Разоблачение атеизма Шейх Асрар Рашид Сегодняшняя лекция называется «Разоблачение атеизма», то есть мы проанализируем различные утверждения атеистов. Если среди вас есть те, кто знаком с книгой Ричарда Докинза, если вы посещали колледж или университет, очень часто эту книгу раздавали бесплатно, распространяли издания этой книги. Несколько лет тому назад я прочитал его книгу «Бог как иллюзия». В этой книге он утверждает, что основы религии заложены в соответствии с суеверием. Но есть интересный факт. Когда мы читаем Священный Коран, то во всем его тексте, здесь на экране мы привели лишь два примера. Мы читаем, «Знай же, что нет истинного божества, которому следует поклоняться, кроме Аллаха». То есть основой здесь является знание, «ильм», как само основание веры в Господа. И другой пример – это аят. «Чтобы вы знали, что Он всемогущий». «Он властен над всякой вещью и объемляет всякую вещь своим знанием». В Коране содержится призыв «чтобы вы знали». Таким образом, основой веры в Господа является знание. Теперь, что такое суеверие? Это слово определяется как чрезмерно доверчивое убеждение и почитание сверхъестественного. Слово «доверчивое» в данном случае – это склонность верить без достаточных на то доказательств. Склонность верить без достаточных на то доказательств, то есть мы верим во что-то, не имея при этом доказательств. То есть это обозначается термином «суеверие» или «чрезмерно доверчивое убеждение и почитание сверхъестественного». То есть это то, что утверждают атеисты. И когда мы говорим о разоблачении атеизма, то мы должны будем разоблачить данное утверждение атеистов. Когда мы рассматриваем доказательства, то упоминаем два вида. Первый – это рациональный. На арабском звучит как «аклия». Верующие люди утверждают, что Господь наделил людей разумом, рациональным сознанием. И когда мы говорим о рациональных доказательствах, первым источником является разум, рациональное мышление. Второй вид доказательств – это передача. То есть это когда группа людей, верующих в Господа, верят в передачу Божественного Откровения, к примеру, Библии или других священных текстов и традиций. Мусульмане верят в миспослание Корана и утверждение, а также сунну пророка Мухаммада, алейхи саляту ассалям. Но что делает ислам уникальным? Это наше утверждение о том, что основой передачи является интеллект. То есть интеллект дает возможность человеку сформировать его веру в Творца. Это, в свою очередь, служит основой для утверждения, нет Бога, кроме Всевышнего Аллаха, и пророк Мухаммад, алейхи саляту ассалям, его раб и посланник. То есть наше рациональное мышление, после того, как человек пропускает это утверждение через себя, далее в качестве источника задействует передачу. И если мы дискутируем с атеистами, то лучше сначала не цитировать Коран, а лучше начать с доказательств существования Господа, Творца Всего Сущего. Если мы будем цитировать им Коран, или пытаться убедить в правдивости священного Корана, не будет иметь смысла, если мы сначала не расскажем о рациональном мышлении. С другой стороны, рациональное доказательство, или на арабском «таксимуль кияз», включает в себя доказательство, основанное на твердом предположении. Это будет рациональное доказательство. Есть также и другие формы рационального доказательства. Это аргумент на арабском «джаддаль». Джаддаль – это предположение, которое используется в качестве основы для дискуссии. Затем идет риторика, или на арабском «хитаб», то есть ораторское искусство. Когда человек обладает навыками красноречия и использует их для убеждения своей точки зрения. Есть также поэтический дискурс, то есть когда применяется стихотворный текст. К примеру, есть строчки, которые приводятся в арабской книге по логике. Что означает алкоголь? Это жидкое зло. Возможно, эти слова окрашены эмоционально, но таков поэтический язык, и, может быть, эти слова убедят людей. Пятый вид – это ложное утверждение, то есть софизм. На арабском языке этот термин звучит как «суфастай», от слова «суфа» – «иста», от слов «суфа» – «иста», то есть мудрость и обманывать. То есть софизм – это формально кажущееся правильным, но ложное по существу умозаключение. Второй вид, который мы упоминали – аргумент или джадаль. К примеру, если мы скажем народу Индии «убийство животных – это подлое деяние», то с этим утверждением согласятся представители индуизма. Для них это является аргументом. То другие люди пропустят это утверждение мимо ушей и не будут воспринимать его как логический аргумент. Когда исламские ученые доказывают существование Всевышнего Аллаха, они основывают свои утверждения на первом виде доказательств, то есть доказательства бурхан, то есть твердое убеждение в существовании Господа. Мы не используем джадаль, то есть аргумент, как предположение, действительное для одних и неубедительное для других. Мы не используем третий вид, то есть риторику или применение ораторского искусства для убеждения других. Ведь человек с превосходными ораторскими данными сможет увидеть людей в своей точке зрения, как мы это можем наблюдать на примере Гитлера в Германии. Его ораторские данные были превосходными, и он смог повести за собой множество людей. Мы не используем четвертый вид, то есть поэзию. Поэтический язык не может быть источником доказательств. Не рассматриваем мы и пятый вид доказательств, то есть ложное умозаключение или софизм. Софизм не может быть применен в качестве доказательства в ходе дискуссий на данную тему с атеистами или с кем-то еще. Итак, остается первый вид рациональных доказательств, то есть доказательства на арабском языке бурхан. Доказательства, в свою очередь, делятся на несколько видов. К примеру, основные принципы, или на арабском ауалия, если мы возьмем такое утверждение, как «целое больше, чем одна часть», то это утверждение является верным. Здравый смысл говорит нам, что «целое больше, чем одна часть», или если мы скажем «какая-то одна вещь состоит из двух половинок». И это можно назвать основными принципами, или фундаментальное правило, которое признается всеми людьми. Второй вид – это эмпирические доказательства, «мушагадат», то, что можно наблюдать. К примеру, если мы скажем «огонь горит», то факт того, что огонь горит, может наблюдать любой человек. То же самое можно применить в отношении утверждения «солнце дает свет». Третий вид – это силлогизм, или на арабском известное как «кадая». К примеру, если мы скажем, что цифра 4 – это пара двоек. То есть 4 состоит из суммы двух чисел, 2 и 2. Четвертый вид – это проведение эксперимента. Как правило, этот вид доказательств используется в науке как подтверждение истины. Эксперимент на арабском звучит как «таджрибия». К примеру, если вы скажете кому-то, что парацетамол помогает избавиться от головной боли, то в этом случае любой человек может проверить это утверждение, приняв парацетамол в качестве лекарства от головной боли. Данное утверждение основано на «таджрибия», то есть доказательства путем экспериментов и испытаний. Пятый вид – это интуиция, известная как «кадас». Порой какие-то вещи мы воспринимаем на уровне интуиции, долго не думая над каким-то фактом, не задействуя мыслительный процесс. К примеру, если погода холодная, то вы и так это знаете, и не думаете над этим фактом. Вы воспринимаете это на уровне интуиции. Шестой вид доказательства особый. Он в каком-то смысле воспринимается уникальным аспектом для мусульман. Этот вид называется «массовая передача» или на арабском «мутауатират». Повторюсь, в каких-то аспектах этот вид доказательств является уникальным для мусульман. Известным примером «мутауатират» или «массовой передачи» может стать теория относительности Эйнштейна. Или, к примеру, можно привести также работу Шекспира, который написал Гамлет. Оба эти примера относятся к тому, что достигло массового количества людей на протяжении определенного времени, после того, как они написали свои работы. Таким образом, эти виды доказательств служат нам основой для того, чтобы мы могли приводить свои аргументы. Мы не можем дискутировать с кем-то, если они будут опираться на ошибочные аргументы. К примеру, если какие-то аргументы будут восприниматься мусульманами, но не будут восприняты другими людьми. К примеру, если взять утверждение «ангелы существуют», то мы, мусульмане, верим в это и принимаем это утверждение. Но атеист не примет его и скажет «это утверждение основано на суеверии». Итак, в дискуссии мы будем опираться на первый вид доказательств, известный как бурхан. То есть доказательства с его шестью видами. Основные принципы, эмпирические доказательства, силлогизм, эксперимент, интуиция и массовая передача. Помните, что силлогизм должен состоять из двух достоверных аргументов. Результатом использования любого вида доказательств станет любой из этих пяти пунктов. После этого последует знание. И как мы говорили в самом начале лекции, Всевышний Аллах повелевает нам, зная же, что нет истинного божества, которому следует поклоняться, кроме Аллаха. Итак, первое – это знание. Второй результат – это вера. Третий – это предположение. Четвертое – это неуверенность. И пятое – это иллюзия. Итак, первый компонент – это знание. Второй результат – это вера. Третий – это предположение. Четвертое – это неуверенность. И пятое – это иллюзия. Теологи говорят о том, что вера в Создателя основывается на первом компоненте, то есть на знании До такой степени, что в книгах «Ильму калам», то есть в книгах по теологии, есть знаменитая дискуссия среди теологов Если у кого-то есть вера, но эта вера не основана на знании, будет ли действительным его иман? Среди теологов есть те, кто утверждают, что его вера не действительна А есть другая группа теологов, они утверждают, что если такой человек слепо следует за кем-то, то он находится на пути веры Но если человек, за которым тот следует, меняет свою веру, и второй меняет эту веру вслед за ним, тогда его вера не действительна Таким образом, само определение веры основано на знании Вот почему в обсуждениях с атеистами очень важно подчеркнуть тот факт, что наша вера должна основываться на знаниях Ведь если вера не будет основана на знании, то человек попадает в ту категорию верующих, о которых спорят теологи И о которых сумниты ученые говорят, вообще эта вера действительно или нет Просто любая вера, основанная на предположении, неуверенности или иллюзии, будет недействительна А если обсуждать веру и научные аспекты, нам необходимо задать им вопрос Подразумевают ли ваши научные доводы наличие знаний, веру, предположения, неуверенность или иллюзию? Если наша вера основана на знании, то для того, чтобы мы могли достойно представить нашу веру, мы тоже должны вооружиться знаниями Здесь нет места предположениям, неуверенности или иллюзии Если кто-то будет говорить о теории эволюции, то необходимо знать, что теория эволюции подразумевает определенные знания Она не может базироваться на предположениях, неуверенности или иллюзии А если она базируется на них, то не будет воспринято истинным знанием Мы приведем еще один довод в подтверждение того, что наша вера основывается на знании Как противоположность другим четырем компонентам Здесь у нас представлены виды заключений, которые выведены путем наблюдений К примеру, у нас есть анализ причины от эффекта Например, огонь равен горению Второе – это эффект от причины Например, огонь – это причина, а горение – это эффект Если мы видим, как что-то горит, то мы осознаем, что горение возникло из-за огня И также у нас есть одна причина и два эффекта Что можно привести здесь в качестве примера? К примеру, если вы видите емкость, где есть вода и огонь, и вода кипит при этом То вы знаете, что эффекты от огня проявляются на воду Во-первых, она нагревается, и во-вторых, она закипает То есть здесь одна причина и два эффекта Таким образом, если мы наблюдаем за явлениями вокруг нас То мы осознаем, что есть причина и эффект Какую из вышеупомянутых категорий мы определим эффект? Причина от эффекта будет подразумевать определенную систему знаний Поскольку мы упомянули основные принципы Этот момент базируется на основных принципах Эмпирические знания тоже можно наблюдать Порой это основано на интуиции или на способе массовой передачи А также путем проведения эксперимента Причина от эффекта, подобная тому, как пример с горением огня То есть эффект от причины А также одна причина и два эффекта Вот три этих вида Теперь, если мы просто будем наблюдать за явлениями Вселенной и окружающего мира Необходимо упомянуть следующее Первое То, что не имеет существования из себя самого Является существованием из чего-то еще Второе То, чего не было прежде, а затем появилось, имеет причину И третий момент Все временное, случайное и зависимое вызвано чем-то Термин слово «случайное» согласно мнению исламских теологов Это существование после небытия Что-то, чего не было, а потом появилось Это те три факта, которые можно наблюдать То, что не имеет существования из себя самого, является существованием из чего-то еще То, чего не было прежде, а затем появилось, имеет причину Все временное, случайное и зависимое вызвано чем-то Если какой-то человек из научной сферы будет делиться своей теорией Мы спросим его, на какой из трех основных принципов ссылается наука Какой именно момент учитывается и какой вид знаний подразумевается наукой Задействуя один из названных пунктов Дискутируя на одной из самых распространенных тем, а именно Господь, Иисус, Библия, священник, религия, церковь, Папа Римский, джихад, священная война, шариат То такие дискуссии схожи на атаки, которые подрывают само понятие веры в Создателя Почему? Потому что такие дискуссии отвлекают участников от реальных проблем Таких как причина, всемогущество, агент, всезнание, сила и Создатель Это два разных направления Если человек отвергает религию или отвергает пророка Иису, мир ему Отвергает Библию или Коран Отвергает шариат или священную войну Отвергает джихад, отвергает Папу Римского или Церковь То это никак не соотносимо с фундаментальным, самым главным фактом А он заключается в том, что в вопросе существования Вселенной Мы рассматриваем причину, всемогущество, агента, всезнание, силу и Создателя И в ходе дискуссий с кем-либо из атеистов Если они цитируют что-либо из Корана, то они обычно цитируют и приводят аяты о насилии и убийствах Но тогда к этим людям возникает вопрос, почему насилие и убийства будут применены к тем, кто не верит в Создателя Каков моральный аргумент в этом случае? Это очень важный вопрос, и пусть они попробуют ответить Второй момент, известен как космологический аргумент Нам известно, что некоторые христиане склонны использовать такие аргументы Но они признают, что эти аргументы были разработаны исламскими теологами Они не вывели термин «космологические аргументы», то есть аргументы, основанные на простых фактах Первое, все, у чего есть начало, имеет причину Второе, Вселенная имеет начало своего существования И этот факт можно наблюдать, и он подтверждается сегодня фактами о явлении расширения Вселенной Мы знаем, что у Вселенной было начало, и это также подтверждается термодинамикой Третье, в появлении Вселенной есть причина Четвертое, в появлении Вселенной проявилась воля Создателя На арабском языке это звучит как Создатель Вселенной Если взять за основу факт, что у Вселенной есть начало, то у нее есть и причина Почему? Потому что у всего, что имеет начало, есть и причина Причина — это Создатель Господь создал эту Вселенную Все это также основано на том факте, что любое образование невозможно, если взять за основу что-то бесконечное Нет никакой логики в утверждении того, кто говорит, что Вселенная бесконечная То есть не имеет начало, но при этом она расширяется Это невозможно То же самое в случае с термином, в кавычках, «случайный» Случайная Вселенная не может существовать Что-то, что случайное само по себе, не может быть бесконечным Как же Вселенная может быть случайной? Если мы наблюдаем за Вселенной, то наши наблюдения приведут нас к мысли о том, что отдельные ее части начали свое существование, а затем уходят в небытие Если отдельные части Вселенной случайны, то это будет значить, что сама Вселенная тоже возникла случайно Иначе можно сказать, что вся Вселенная состоит из частей, которые являются случайными А сама Вселенная зависит от этих случайных частей Но такое утверждение абсурдно и не имеет смысла Потому что для того, чтобы что-то было вечным, то оно должно быть самодостаточным Вселенная не может быть вечной и при этом состоять из случайных частей Альтернативой этому аргументу будет следующее Расширение Вселенной означает, что она возникла из ничего, неопределенное количество лет тому назад Понимаете, альтернативный аргумент в том, что Вселенная возникла из ничего Атеисты выдвигают три основных противопоставлений космологической теории Первое, у событий есть причина Они утверждают, что не обязательно, чтобы у событий была причина Это первое возражение Но оно идет вразрез доводами разума То есть теми основными принципами, о которых мы говорили в начале лекции Есть вещи, которые мы осознаем на уровне интуиции В том числе и то, что у всех событий, у всего, что нас окружает, есть причины И если мы будем отвергать этот факт То получится, как в случае дебатов Бертарна Рассела и Каплстона на радио BBC Много лет назад он отказывался признавать определенные термины Если Каплстон упоминал о случайности Вселенной То Рассел отвергал этот термин, говоря «Мы лишь верим в существование Вселенной» Не обязательно, чтобы была какая-то причина То есть отрицая основы человеческого рационального мышления Атеист попытается выкрутиться из ситуации, продвигая подобные аргументы К примеру, то, что у событий нет причины Но мы понимаем, что это не так И это подтверждается на уровне интуиции Второе Объяснение за пределами Вселенной Это утверждение приводится такими, как Пол Дэвис и другие Но к чему нам искать объяснение за пределами Вселенной? Почему сама Вселенная не может предложить объяснений? Ведь это приведет нас к еще одной нелогичной теории Известной как светские рассуждения Третье Атеисты спрашивают, что является причиной Господа Если мы говорим, что Господь существует без причины Он тот, кто сам создает причины Он создатель Вселенной Но атеисты спрашивают, что стало причиной создания Господа Подобное приведет к непрерывной регрессии Все это можно свести к двум основным выводам Несостоятельность теории непрерывной регрессии И светских рассуждений Непрерывная регрессия будет означать следующее Если мы скажем, что Вселенная случайна Но ее причинами является инопланетное вмешательство К примеру Инопланетяне стали ее причиной Но тогда возникает вопрос, что стало причиной самих инопланетян Ответом станет другое инопланетное вмешательство И снова возникает вопрос, а что стало причиной этих инопланетян На это вновь станет ответ вмешательства других инопланетян Это приведет к непрерывной регрессии То же самое можно сказать и о светских рассуждениях. Что имеется в виду? Если я скажу «А» стало причиной «Б», а «Б» стало причиной «А», а также, если мы скажем «А» стало причиной «Б», «Б» стало причиной «С», «С» стало причиной «А». То есть возник замкнутый круг, ни к чему не ведущие рассуждения. А вот почему аргументы о том, что надо искать объяснения за пределами Вселенной, не являются логичными. Нелогично сказать, что Вселенная является причиной для себя самой. Если мы так скажем, то это приведет к тому замкнутому кругу, который мы описали выше. А если спросить, что является причиной Господа, то это приведет к непрерывной регрессии, как мы об этом рассказывали. Можно сделать вывод, что любое случайное явление, которое существует во Вселенной, возникло вследствие причины, которая является самодостаточной. Таким образом, именно Господь является Создателем Вселенной, потому что Он самодостаточен. Мы знаем, что наука в лице Стивена Хокинга пытается сегодня найти объяснение с подобными аргументами. Именно он в сотрудничестве с Леонардо Младиновым написал книгу под названием «Грандиозный замысел». В этой книге выдвигаются разные идеи, к примеру, поскольку существует закон гравитации, Вселенная может создать саму себя из ничего. Если мы будем опираться на систему логических рассуждений, а также теорию непрерывной регрессии и светских рассуждений, это приведет нас к выводу, ради своего собственного существования закон природы зависит от факта существования природы, которую этот закон описывает. Как может закон гравитации быть первоначальным относительно всего существующего? Вот почему высказывание Стивена Хокинга, поскольку существует закон гравитации, Вселенная может создать саму себя из ничего, нелогично, потому что закон гравитации не может быть признан первоначальным в природе и окружающем мире. Подобное утверждение вновь ведет к замкнутому кругу рассуждений. Вторая цитата из книги Стивена Хокинга. Обратите внимание, что я не привел здесь математические данные, потому что не все люди разбираются в этой области. Точно так же в лекциях я не задействую множество арабских терминов в области теологии, потому что не у всех людей есть доступ к теологическим книгам. Так вот здесь Стивен Хокинг говорит, М-теория, то есть теория о том, что есть не одна, а несколько вселенных, то есть теория многочисленных вселенных. Так вот, М-теория предполагает, что большое количество вселенных были созданы из ничего. Их создание не требует вмешательства какого-то сверхъестественного существа или Бога. Наоборот, эти многочисленные вселенные естественным образом возникают согласно физическим законам. То есть, получается, по его версии, наша вселенная возникла благодаря физическим законам, но ведь такая точка зрения приведет к замкнутому кругу размышлений. Как физический закон может быть первичным по отношению к законам природы? Физические законы никак не могут быть первичными по сравнению с законами природы, фактом существования вселенной. Как законы могут существовать без природы, без вселенной, которая нас окружает? А Стивен Хокинг именно это и утверждает. Его теория – ясный пример несостоятельности замкнутого круга размышлений. Помните, был такой Роджер Пенроуз? Это был ученый, который обсуждал одну из версий существования Вселенной. В своей книге «Новый ум короля» он говорит, что шанс существования нашей Вселенной – это один из десяти по сравнению с силой в 123-й степени. Если мы умножим число 10 на 10, то нам нужно будет возвести это число в 123-ю степень. Что это будет значить? Получится такое огромное число, что для того, чтобы его записать, понадобится каждый протон во всей Вселенной, и этот каждый протон будет писать одну из цифр этого числа. Если вы возьмете все протоны Вселенной, и вы пишете цифры 0, 0, 0, то вот такое число и будет определять тот шанс существования Вселенной, согласно Роджера Пенроуз. Тогда возникает вопрос, неужели факт существования Вселенной основан на шансе, необходимости, или же он зависит от того, кто создал эту Вселенную? Теперь, если мы перейдем к аргументам исламских ученых, которые выдвигают аргумент о том, что Вселенная была создана Господом, то придем к выводу, что окружающий нас мир создан в глубокой гармонии и прекрасным образом. К примеру, область математики прекрасно описывает Вселенную. Любой физический элемент ведет себя с периодической регулярностью. Математические способы описания Вселенной со всеми формулами и физическими законами согласованно описывают гармонию этого мира. То есть все, что есть во Вселенной, и все, что мы можем видеть из окружающего мира, идеально подходят под математические законы, включая все элементы Вселенной. Разве такая гармония может возникнуть случайно? Конечно, нет. Шесть чисел, которые прекрасно описывают Вселенную, упоминаются в книге астрофизика Мартина Рисса под названием «Всего шесть цифр». Он приводит шесть цифр. Эти шесть цифр вы видите сейчас на экране, говоря при этом, что эти шесть цифр прекрасно описывают Вселенную. Он напоминает, что, к примеру, вот эта цифра, которая напоминает букву «Н». К примеру, «Космос так огромен, поскольку в природе существует одна важная огромная цифра. Она равна одной тысяче, одной тысяче, одной тысяче и так далее». Это число описывает меру, с которой электрические силы связывают атомы друг к другу, деленное на силу гравитации между ними. Если у числа «Н» будет хотя бы на несколько нулей меньше, то вместо нашей Вселенной была бы маленькая, миниатюрная Вселенная. В ней не могли бы существовать создания больше, чем размером с насекомые, и в ней не было бы времени на биологическую эволюцию. То есть он верит в эволюцию и утверждает, что процесс эволюции никак не мог иметь места, если бы это число не существовало бы. Относительно другого числа он пишет следующее. Другое число, которое можно измерить в цифре 0,007, оно определяет, насколько сильно атомические ядра соединены вместе и каким образом рождаются новые атомы. Их мощность регулируется силой Солнца. В более глобальном смысле это число отражает, насколько водород соотносится с другими элементами периодической таблицы, в основном углерод и кислород, тогда как редкими элементами являются золото и уран. Если это число вместо того, чтобы быть 0,007, было бы 0,006 или 0,008, мы не могли бы существовать. То есть это число не было бы таким. Другое космологическое число — Омега. Космологическое число Омега измеряет объем материала в нашей Вселенной, галактики, газообразные частицы и черную материю. Омега говорит нам об относительной важности гравитации, а также о расширении энергии Вселенной. Если бы число Омега было бы слишком высоким и достигло бы критической отметки, то Вселенная уже давно погибла бы. Если бы Омега была слишком маленькой, тогда ни одна галактика или звезда не смогли бы сформироваться. И эта теория прекрасно описывает то, как начала формироваться Вселенная с последующим ее расширением. Относительно числа лямбда, Мартин Рис пишет, Четвертое число лямбда стало самым значительным научным открытием в 1998 году. Оно же является неожиданной новой силой. Космическая антигравитация контролирует расширение нашей Вселенной, хотя на шкале времени, в несколько тысяч световых лет, оно не так заметно. Этому числу суждено стать значительной доминирующей силой, чем закон гравитации и другие законы, по мере того, как наша Вселенная становится все более темной. И пустой. К счастью для нас, и с большим сюрпризом для теоретиков, число лямбда очень маленькое, иначе его эффект остановил бы галактики и звезды от процесса формирования, а космическая эволюция остановилась бы, даже не начавшись. Далее он пишет относительно числа альфы. Он говорит, элементы всех космических структур, звезд, галактики и галактических кластеров, все были отражены в теории Большого Взрыва. Материя нашей Вселенной зависит от одной цифры, числа Q. Оно представляет фундаментальную энергию и выражается числом 1, деленное на 100 000. Если бы это число было бы меньше, Вселенная не смогла бы существовать. Если бы альфа была больше, то это было бы ужасным местом, в котором не выжили бы звезды и солнце. Здесь доминировали бы лишь огромные черные дыры. Шестое важное число — это дельта. Шестое важное число было известно на протяжении столетий, хотя сегодня его изучают в Новом Свете. Это число пространственного измерения нашего мира. Дельта равна 3. Жизнь на Земле была бы невозможна, если бы дельта была равна 2 или 4. Время — это четвертое измерение, но очень отличается от других показателей, потому что время можно представить в виде стрелы. Далее он продолжает свою мысль, но мне хотелось бы подчеркнуть то, что он утверждает. Он пишет, возможно, что между этими числами есть связь. Он также пишет далее, эти шесть чисел содержат в себе рецепт Вселенной, причем каждая из них имеет свою уникальную ценность, именно в том, что их размер таков. Если бы они не были бы зафиксированы подобным образом, то не было бы звезд и жизни вообще. Смотрите дальше, что он пишет. Является ли подобная гармония просто фактом и случайностью? Или же таков замысел Господа, Создателя Вселенной? Я занимаю позицию, что ни то, ни другое. То есть в итоге он отвергает мысль о существовании Господа, но исламские теологи использовали подобные аргументы в течение многих лет, а именно то, что наша Вселенная, та, в которой мы живем, это прекрасная Вселенная с гармоничным порядком. Возможно, вы слышали об идее ученых Уотсона и Крика. Именно они открыли двойную структуру ДНК. Здесь кто-нибудь знает о религиозных убеждениях Крика? Он был атеистом и при этом видел, что, возможно, миллионы лет тому назад на нашу Землю прибыли инопланетяне и зародили здесь жизнь. А сейчас мы перейдем к видео ученого Ричарда Доккинса. Я очень заинтригован идеей о второй жизни. Мне интересна концепция виртуального мира. Можно даже сказать, что люди, верящие в последующую жизнь, выбирают путь, предложенный Господом. У них свой собственный мир, и они живут в этом мире. Это то, что является путем Господа. Можно привести аналогию с научно-фантастическим рассказом, в котором мы — это люди реального мира. И мы в данную минуту проживаем нашу вторую жизнь, созданную инопланетным разумом или суперчеловеческим разумом, возможно, с другой планеты. В этом контексте можно думать о таком интеллекте с другой планеты, поскольку таков предмет дискуссии. Мы — словно компьютерная симуляция инопланетного разума, и это похоже на Господа, который создал нас. Эта мысль очень волнительна, и ее невозможно просто так отбросить. Но вопрос в том, является ли Бог тем самым инопланетным разумом. Именно этот вопрос сейчас интересует меня. Является ли Бог тем самым инопланетным разумом? Я бы сказал, что нет. Этот разум имел бы все атрибуты Бога. Это был бы гигантский разум. Он обладал бы огромными знаниями в области физики, о которых мы даже понятия не имеем. Этот разум смог бы ответить на все вопросы, которые мы когда-либо задавали сами себе. Вот почему во всех этих смыслах мы называли бы такой разум Богом, и мы поклонялись бы ему как Богу. Но этот разум не был бы Богом в следующем очень важном смысле. Этот инопланетный разум тоже должен был бы перенести на себе медленный, постепенный процесс эволюции, который мы испытали на себе в этом реальном мире, «Естественный отбор по теории Дарвина». Таким образом, в моем понимании, Боги — это не сверхъестественный божественный разум. Они должны быть вечными. Они должны существовать до возникновения Вселенной и затем создать Вселенную. Пусть его оксфордский акцент вас не смущает. Если вкратце проанализировать его слова, то получается, что вера в инопланетный разум, который установил жизнь на Земле, является возможностью, которую трудно отрицать. Он не говорит, что он придерживается этой точки зрения. Но зато от такой точки зрения придерживается ученый по имени Крик. Он тоже высказывал мнение о том, что инопланетный разум мог стать причиной зарождения жизни на Земле. Но тогда возникает вопрос. В свою очередь, этот инопланетный разум, получается, тоже был создан иным инопланетным разумом. И к чему это нас вновь приведет? К непрерывной регрессии. Ричард Докинс будет вынужден признать, что подобное проявление непрерывной регрессии нелогично и абсурдно. Религия, а еще лучше сказать вера в Господа, создателя Вселенной, не базируется на абсурдных суевериях. Она основывается на рациональных доводах. А что касается Докинса, то он сам попадает в ловушку ложных обвинений, которые он выдвигал против религии. И именно он говорит, что трудно отрицать факты вмешательства инопланетного разума в зарождение жизни в виде простейших организмов на Земле. И затем эти организмы развивались по теории эволюции, и вот почему на сегодняшний день у нас есть люди и другие живые существа. Эта книга, написанная Ричардом Докинсом, «Слепой часовщик», содержит в себе ссылку на доводы Уильяма Пейли. Там звучит вопрос, если кто-то гуляет по улице и находит на дороге часы, то там эти часы лежат случайно, или же они были сконструированы кем-то? В этой книге Ричард Докинс пишет, «Биология — это наука о сложных вещах, у которых есть видимость, как будто они были созданы для какой-то цели». Итак, биология — это наука о сложных вещах, у которых есть видимость, как будто они были созданы для какой-то цели. То есть даже Ричард Докинс признает, что если наблюдать за особенностями биологических организмов, то можно прийти к выводу о том, что эти биологические организмы были созданы. В другом ролике Доккинс говорит, что правдоподобно звучит версия о том, что инопланетное вмешательство могло стать причиной зарождения простейших форм жизни на Земле. Теперь перейдем к термину, в кавычках, «незаменимый комплекс» или «неприводимая сложность». Что мы имеем в виду в этом случае? Мы говорим, что, во-первых, творение подразумевает под собой случай, когда части кажутся соединенными в целое для выполнения какой-то функции. То есть, когда есть части одного целого, и эти части собраны для выполнения определенной функции. Во-вторых, чем больше частей, тем больше сложности, и тем сильнее задумка сути творений. То есть, это аргумент о предназначении. Все эти организмы, все живое, что существует на Земле, это и есть тот случай, когда эти части собраны для выполнения определенной функции. Все это приведет нас к выводу о том, что мы слишком высокоразвиты, чтобы допускать мысль о том, что жизнь на Земле возникла по задумке инопланетного вмешательства. Все эти выводы сделаны по наблюдениям за наукой биологии. Именно эти аргументы приводил Уильям Пейли. За 22 года до этого Дэвид Юм написал труд, в котором опроверг аргументы Пейли. Здесь один важный момент есть. Сами аргументы Пейли не были опровергнуты. На самом деле были опровергнуты другие мысли Пейли, но не его аргументы. То есть, этому человеку не кажется нелогичным тот факт, что если он будет идти по улице и находит часы, и приходит к заключению, что эти часы были сделаны кем-то, философия или биология никогда не оспаривала подобные факты. Даже Ричард Докинс не оспаривал этот аргумент. Так вот, когда мы говорим «незаменимый комплекс», мы имеем в виду, что живые организмы представляют собой сложную систему. В этом случае, если лишить эти организмы хотя бы одной функции, потому что, согласно теории эволюции, живые организмы совершают небольшие шаги по лестнице своего развития, то получится, что какой-то сложный организм будет уже развитым даже на самой начальной стадии. А если он будет развитым на простейшей стадии, то он будет и дальше развиваться, превращаясь в высокоразвитый организм. Так вот, термин «незаменимый комплекс» будет означать, что если организм лишит одной из его функций, то организм перестанет быть дееспособным. Он больше не будет функционировать. Есть известный пример бактерии флоджеллиум. Это бактерия, у основания которой есть жгутик под названием флоджеллиум. Сама бактерия состоит из трех частей. Этот пример приводится учеными, которые придерживаются теории о сотворении. То есть именно ученые-креационисты приводят пример о том, что это неприводимая сложность этого организма. Если лишить эту бактерию хотя бы одной части, то эта бактерия, флоджеллиум, станет недееспособной и перестанет функционировать. Именно это мы имеем в виду под термином «незаменимый комплекс». А теперь, если мы в совокупности рассмотрим все, что попадает под термин «незаменимый комплекс» и применим теорию эволюции, то сразу поймем, что теория эволюции не подтвердится. Помните, чуть раньше мы говорили о стадиях доказательств и приводили такие аргументы и основные принципы, как знание, вера, предположение, неуверенность и воображение. Мы можем задать вопрос атеисту, в какое из этих направлений можно применить теорию эволюции? Будет ли она работать с принципом знаний, то есть стопроцентная уверенность? Или она будет работать со вторым компонентом, то есть верой? Третий пункт — это предположение. Четвертое — это неуверенность. И пятое — это воображение. Под какой из этих пунктов подходит теория эволюции? На этом рисунке мы видим структуру клетки. Как мы видим, структура клетки — это сложный комплекс, и структура, которая состоит из множества частей. К примеру, структура сперматозоида. К клетке прикрепляется структура под названием флагелла. Не путайте с названием флагеллум. В данном случае это флагелла. И вновь повторяется та же закономерность. Если лишить клетки хотя бы одной из ее частей, то клетка перестанет функционировать. Почему по теории эволюции рассматривается тенденция развития от простого к сложному, а конечный результат — это человек разумный? Еще один философский вопрос. Почему эволюция, двигаясь от простого к сложному, в итоге приходит к появлению интеллекта? Люди — это разумные существа. И наш разум, согласно теории эволюции, это конечный результат всего процесса. Или, как говорят атеисты, люди — это вершины интеллекта. Именно так они и утверждают. Итак, почему эволюция ведет к сложным видам и разуму? Другой момент, который мы затрагиваем, рассматривая данный вопрос, это отсутствие количественных деталей, измерений, которые делаются на основе промежуточных форм. Что имеется в виду? Оказывается, в случае с теорией эволюции, ее сторонники говорят о наличии промежуточных форм. И сколько именно этих промежуточных форм, неизвестно. Есть лишь примерная информация, то есть действует принцип неуверенности, предположение. Они выдвигают предположение, что есть какие-то промежуточные формы, но точные количественные детали ими не приводятся. То есть свою точку зрения о том, что эти промежуточные формы представляют значимость, они не могут подтвердить. Есть еще несколько пунктов. Пункт первый. Эволюция не может доказать теорию о происхождении жизни, рассматривая лишь два основных аргумента – естественный отбор и случайная мутация. естественный отбор и случайная мутация – эти аргументы не будут отвечать на вопрос о происхождении жизни. второе – пребиотическая жидкая среда. Сторонники теории эволюции считают, что аминокислоты стали протонами, а эти протоны затем стали микроорганизмами, клетками, а клетки – организмами со сложной структурой. Без наличия пребиотического компонента для формирования клетки жизнь не может возникнуть. Жизнь не может возникнуть. Разве свой второй пункт о пребиотической жидкой среде подтвердили сторонники эволюции? Разве были найдены доказательства функционирования такой среды? Никаких эмпирических доказательств не было представлено. Этому утверждению нет ни одного эмпирического доказательства. Так какой же принцип подходит в данном случае, исходя из данных теории эволюции? Какую категорию можно включить пункт о происхождении жизни и пункт о пребиотической жидкой среде? Будет ли это знание? Вера? Предположение? Неуверенность? Или воображение? Лично мое мнение, что это подпадает под пятый пункт – воображение. Почему? Потому что доказательства, аргументам ученых, теории эволюции о правдивости моментов относительно происхождения жизни и пребиотической жидкой среды так и не было представлено. Лишь только утверждение, что после формирования аминокислот извод, после чего появились клетки, которые затем стали организмами. Третий пункт – окаменелости. Нам говорили, что обнаружение окаменелости доказывает правдивость теории эволюции. Нам так говорили. Но теперь давайте вспомним один важный момент. Стивен Хокинг и Ричард Докингс стали учеными нового западного направления в науке. В средние века ученые соотносились с учением церкви, католической церковью, английской церквью. И люди верили во все то, что говорили священники. В исламе никогда не было слепого следования вере. Мы не следуем слепо за проповедниками. В исламе нет понятия «слепая вера». Как мы говорили в начале лекции, вера построена на знаниях. Это не значит, что каждый человек должен иметь систему знаний во всех областях – философии, биологии и так далее. Нет. Это значит, что он должен следовать своей вере, исходя из тех знаний, которые у него есть, исходя из возможностей своего разума. Это не значит, что каждый человек должен стать профессором науки и знать все эти тонкости и термины философии и теологии. Суть не в этом. Суть в том, что человек верит настолько, насколько у него есть способность к рациональному мышлению, насколько у него это рациональное мышление работает. Вот основное требование. Леологи, верящие в теорию эволюции, говорят нам, что окаменелости в действительности подтверждают эту теорию. Однако, если мы изучим такое явление, как кембрийский взрыв, который случился свыше 500 миллионов лет назад, Рассматривая различные окаменелости, ученые делают свои выводы, но кембрийский взрыв – это настолько крупное явление, которое произошло свыше 500 миллионов лет назад, и которое показало, что обнаруженные формы организмов в виде окаменелостей, эти организмы были полностью сформированными. То есть, эти живые существа были полностью сформированными. Организмы, найденные в слое до кембрийского периода, были меньших размеров. Эволюционисты хотят, чтобы мы слепо следовали за ними и верили в то, что в период кембрийского взрыва были организмы, ставшие результатами эволюции тех организмов, которые жили в предыдущем периоде. Но этому факту нет реальных подтверждений. Здесь у меня есть цитата из работ Ричарда Доккинза. Сейчас я зачитаю цитату из его книги «Кембрийский период» – единственный отрезок, в котором мы находим самые основные представители беспозвоночных групп. Причем эти организмы мы находим в состоянии прекрасно сформированной стадии эволюции. В состоянии прекрасно сформированной стадии эволюции. Мы находим их в таком состоянии, которое как будто говорит о том, что они только недавно были туда помещены без всякой эволюционной предыстории. То есть сам Ричард Доккинз, анализируя данные о каменелости кембрийского взрыва, пишет, что кажется, как будто они только появились там без всякой эволюционной предыстории. Это цитата из книги Ричарда Доккинза «Слепой часовщик». То есть аргумент с окаменелостями сам по себе опровергает доводы эволюционистов. Возьмем к рассмотрению пример с лошадью. Многие, наверное, помнят, как эволюционисты, говоря о лошади, приводят пример о том, что сначала были лошади маленького размера, а затем стали больше и больше. Такое явление известно как «возрастающие этапы». То есть якобы эволюция проходит постепенные этапы, на которые уходят миллионы и миллионы лет. Но все же кембрийский взрыв произошел свыше 500 миллионов лет назад. И согласно теории эволюции, это относительно маленький отрезок времени, и он не так важен для такой крупной биологической структуры, чтобы внезапно повлиять на что-то. Кембрийский взрыв так и остался загадкой для ученых, которые так и не смогли разгадать ее. Что касается аргумента о возрастающих этапах, этот термин означает, что организмы формируются постепенно, медленно набирая обороты своего формирования на каждом этапе. Изменения в этом случае проявятся постепенно, когда на каждом из этапов будут происходить определенные процессы. То есть не может произойти что-то подобное. Частично птица, частично крокодил. Это не то, что мы ждем. Мы ожидаем, что произойдут постепенные возрастающие изменения. Эти изменения происходят постепенно, пока организм полностью не изменится. Относительно этого момента, часто приводят знаменитую цитату, «Если можно было бы показать, что любой организм, когда-либо существовавший, и который не мог быть сформированным без большего числа последующих постепенных изменений, то моя теория была бы абсолютно повержена». Кто это сказал? Это цитата Чарльза Дарвина. То есть, если орган существовал бы после того, как он сформировался, без большего числа последующих постепенных изменений, то его теория была бы абсолютно повержена. Но сегодня современная биология нашла множество организмов, которые существовали без того, что мы называли незаменимым комплексом, при котором, если бы лишили его хотя бы одной части, эти организмы перестали бы быть дееспособными, как в случаях, которые мы рассматривали на примерах с бактерией и клеткой. Но кто-то может сказать, что есть сходство между ДНК различных живых существ. В ответ мы процитируем журнал «New Genetics». Почти 75% генов человека стали частью новых формирований, то есть распались на более мелкие части. То есть 75% наших генов превратились в образование длиной около одного миллиметра. Схожие миллиметровые образования были найдены в кембрийском периоде, в том самом взрыве, который случился свыше 500 миллионов лет назад. Это не означает, что эти организмы имеют одного общего предка, как в это хотят заставить нас поверить ученые-эволюционисты. Это стало религией ученых западного направления. А Ричард Докин стал словно священник этой новой религии. И в заключении упомянем об именах Всевышнего Аллаха. Это имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. Есть теория под названием «теория зла». Она приводится в противовес тому, на что люди задают вопрос «если Господь существует, то Он должен быть абсолютным добром». В Исламе есть имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, в которых Сам Всевышний Аллах проявил себя в разных качествах. И об этом мы знаем благодаря наличию Его ссифатов. И мы знаем, что Всевышний Аллах делает, что пожелает. Мы не будем сегодня вдаваться в подробности, и на этом завершаем нашу лекцию. Субтитры создавал DimaTorzok